Девушки отдыхают Девушки отдыхают Гости хоть и пропустили первыми в начале второго периода, в оставшееся время по три раза смогли огорчить Гласса и Еремеева. В итоге 2-6 Борис потерпел четвертое поражение к ряду. Андрею Шаянову в такой ситуации не позавидуешь. Хозяйство ему досталось беспокойное, а времени на раскачку нет. И теперь новому рулевому предстоит изрядно поработать, чтобы вернуть Борису уверенность в собственных силах и стабильность результатов. Физическое состояние сейчас неудовлетворительно. Не хватает на три периода. Отсюда и идет нарушение игровой дисциплины. Другое дело, что много сил тратится иногда, скажем так, в пустую, когда игроки играют, ну нарушают, скажем так, игровое задание. Тем самым тратят лишние силы на отбор шайбы, на оборону, переигрывают отрезки свои. Здесь все это в комплексе решается. Ну а физические силы сейчас уже, опять же, у нас идет серия игр через день. Здесь, в принципе, можно ожидать было, что к концу этой длинной серии физические кондиции будут ухудшаться. Но сейчас, действительно, это один из вопросов, которые нужно решать. Сразу после матча последние события станет казахстанского клуба, прокомментировал президент Бориса Нурлан Аразбаев. В конце прошлого сезона Андрей Валентинович Хамутов для решения высоких задач выдвинул ряд условий. Все, что он просил, мы выполнили. Увеличили количество легионеров, согласовали с ним каждого игрока. Летом построена спортивная база. Естественно, он в первую очередь несет ответственность за провальный результат. Именно поэтому руководство клуба и приняло решение расстаться с наставником. Московские динамовцы и питерские армейцы сыграли второй матч в сезоне. Поединки между этими командами всегда привлекают большое внимание зрителей и спортсменов из других видов спорта, а точнее спортсменок. Подробности от Олега Ундры. Представители страны восходящего солнца, приехавшие в Москву на экскурсию, прохладным октябрьским вечером решили посетить малую арену лужников. Почему они с таким энтузиазмом шли болеть за бело-голубых, останется загадкой. Как и многие национальные японские мудрости и традиции. Но эти улыбчивые ребята были явно в предвкушении невиданного для них зрелища. Помимо посланцев страны самураев около лужников, в преддверии игры можно было встретить и болельщиков команды Олега Знарка, считающих себя большими хоккейными экспертами. Я думаю, что Динамо свое должно сегодня сделать, покажет. Если каких-то подвохов не будет, личных, будем надеяться, что рыга сегодня будет в неправильном состоянии. К разочарованию японцев и других поклонников москвичей, Динамо пропустило шайбу уже на 32-й секунде встречи. А на 10-й минуте клуб с берегов Невы удвоил свое преимущество. Голы на свой счет записали Торресен и Мортенсен. Максим Афиногенов не отличился, но такой счет был явно по душе Елене Дементьевой. Избранница Безумного Макса пришла на хоккей со своими подругами, действующими известными теннисистками, Еленой Весниной и Марией Кириленко. После двух периодов, благодаря точному броску Григория Шефигулина, хозяева могли рассчитывать на спасение важного матча. Ну, вы знаете, если так будет играть, вот Динамо, как играл два периода, то, я думаю, должны сравнять счет. Потому что играем хорошо, не как с Ригой. Однако дальнейший его ход предопределила отличная игра в воротах СКА Якуба Штепанека. Динамо очень хорошо сыграло, но я очень рад, что мы сегодня победили и тревоги взяли здесь. Пропустили два быстрых гола, потом уже игра так выровнялась. Забили еще гол, игра была уже проигрывали 1-2 и где-то не реализовали свои моменты. И сравняв бы, я думаю, переломили бы игру, а качнули бы в обратную сторону. И, соответственно, проиграли. Команда отработала практически этот матч до работы, до хоккейных моментов, до тактики. Это я очень рад. В итоге 4-1. Армейцы увозят из Москвы три очка. А самое главное, Ржига и компания теперь опережают Динамо в таблице. Матчи московских динамовцев и питерского СКА в этом сезоне станут определяющими, так как именно эти два клуба являются главными фаворитами западной конференции. Поражение москвичей может сыграть с ними злую шутку, так как на финише регулярного чемпионата они могут не досчитаться очков, а следственно и не занять первое место. Прошедший игровой день подарил болельщикам еще 4 матча и каждый был по-своему интересен. Омский авангард прервал свою неудачную серию с трех поражений к ряду. Все основные события в этом матче произошли во втором периоде. За 7 минут ворота гостей побывало три шайбы. Авторами точных бросков стали Александр Пережогин, Роман Червенко, Александр Попов. В заключительные 20-ти минутки мячи усилиями все того же Червенки установили окончательный счет. 4-0. Благодаря этой победе авангард вышел на четвертое место в таблице Восточной конференции. Выручил своего тренера Ростислава Чаду, причины к которым сгущались на протяжении последней недели. На домашней арене в присутствии почти 7 тысяч зрителей Челябинский трактор порадовал своих болельщиков волевой победой над Сибирью. Счет открыли гости на 12-й минуте. Отличился Йорий Лектеря. Ответа пришлось ждать долго. Лишь в третьем периоде Константин Панов, а затем и Дэрон Куинт отметились точными бросками. За две минуты до финальной сирены Александр Кутузов счет сравнял. Однако последнее слово осталось за хозяевами. Евгений Кузнецов реализовал булит и принес своему клубу очередную победу. 3-2 Челябинск. Победитель определился лишь по итогам послематчевых булитов. Единственное точное попадание на счету нападающего Югры Ивана Хлынцева. Голкипер Хантамансийской команды Михаил Бирюков оформил второй сухарь в этом сезоне. 1-0 Югра. Минская «Динамо» одержала четвертую победу подряд. На родном льду обыграв Попроцкий Лев. В двух периодах хозяева забросили по одной шайбе. Болельщиков порадовали Чарльз, Линдлетт и Джефф Пилетт. В третьем игровом отрезке гостям удалось сравнять счет. Авторами голов стали Карл Пиларш и Станислав Балан. Последовавший овертайм не смог выявить победителя. Дело дошло до булитов. В серии после матча и бросков удачливее оказались мельчане. Решающий бросок на счету Дмитрия Мелешко. Теперь «Динамо» делит первую строчку в таблице западной конференции со СКА. А Лев так и остался за пределами кубковой восьмерки. Болельщики Салавата Юлаева обратились к руководству клуба с петицией, в которой просят об отставке главного тренера Сергея Михалева. Хоккейный клуб Салават Юлаев практически за полтора месяца прошел путь от обладателя Кубка Гагарина до аутсайдера, говорится в петиции. За это время главный тренер команды Сергей Михайлович Михалев отметился лишь многочисленными конфликтами с игроками. Просим убрать Михалева с поста главного тренера нашей родной команды и вернуть тренеров, сделавших башкирскую команду чемпионами Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. Тем интереснее сегодня будет понаблюдать за гостевым поединком уфимского клуба против «Витязя». При неудовлетворительном результате Сергей Михалев может быть отправлен в отставку. Настрой надо, чтобы как-то против той манеры, которую проповедует «Витязь» сыграть. Где-то может быть у «Витязи» будет лишнее удаление, использует лишнее удаление. Но сами понимаете, что в драке ни одна команда в этой команде у «Витязи» не выиграет, поэтому смысла там где-то настраивать на драку на этом не имеет. Корректную игру, на быструю игру. Моя трансляция матча «Витязь Салават Юлаев» на нашем канале в 19.40 по московскому времени не пропустите. А в 20.40 вас ждет премьерная трансляция матча «Северсталь-Акбарс». Также сегодня сыграют «Спартак» с «Нефтехимиком». Высшие хоккейные лиги тоже накаляются страсти. Лидер Восточной конференции Тюменский Рубин потерпел второе поражение подряд, причем от Тольяттинской «Лады». Получена серьезная пощечина. В еще одном матче ХК за Уралия не испытал проблем с «Кристаллом». В МХЛ накануне было сыграно сразу 12 матчей. Серебряные львы подточили алмаз. СКА 1946 переиграл лидеров «Воскресенский химик». Обладатель Кубка Харламова Красная Армия только по булитам одолела команду капитана. Далее отметим убедительную победу Лока над Нижнекамским реактором. Остальные лица поиздевались над сибирскими снайперами 8-0. Остальные результаты перед вами. Теперь к светским новостям из-за океана. У нападающего в Вашингтон-Кэпиталс Александра Овечкина появился двойник, которого он представил лично в музее Мадам Тюсо. Знаменитый музей Овечкин... Овечкин принимал активное участие в создании своего брата-близнеца. На протяжении многих часов терпеливо позировал фотографом, а также позволил снять с себя более 250 мерок. Неудивительно, что выбор пал именно на Александра Великого. Ове – суперпопулярный спортсмен и плюс ко всему неординарная личность. В коллекции восковых фигур легендарного музея Овечкин – первый российский спортсмен и всего лишь второй хоккеист после легендарного Уэйна Грецки. Компания же соотечественников подобралась солидная. Кругом одни только вожди СССР и президенты России. Ожидается, что восковая фигура Овечкина привлечет в музей немало посетителей и принесет внушительную прибыль. Ну, я думаю, то, что моя фигура, которую они сделали, очень похожа на меня, да. И опять же, как бы сейчас тяжело сказать, потому что нужно внимательно посмотреть, но с первого взгляда видно то, что и прическа такая же, и глаза, и улыбка, я думаю, похожа. На этом у меня все новости. Хорошего вам дня. Увидимся.